Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о том, превращается ли Казахстан в прифронтовое государство. У нас в гостях Гульмира Илевова, социолог, президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия». Здравствуйте. Итак, Чей Херсон, ой, прошу прощения, в Казанете пересидел. Какие социологические эффекты выявил приток российских уклонистов в Казахстан, в казахстанском обществе? Я хотела сказать, что категорически не согласна с вашей постановкой вопроса, потому что она отражает тот уровень ксенофобии, который есть в нашей стране. То есть, неготовности казахстанцев, всех казахстанцев, к каким-то резким изменениям статус-кво, к которому они привыкли. То есть, мы тут в своем, так сказать, в Казахстане-болоте сами друг с другом общаемся, как-то переговариваемся, где-то переругиваемся. Но вот если что-то со стороны приходит большое, мы на это реагируем довольно-таки негибко, что ли. Я хочу напомнить, что в начале 2000-х годов довольно много было у нас конференций посвящено тому, что вдруг в Узбекистане будет какой-нибудь катаклизм, причем на полном серьезе мы это обсуждали, и сюда... Именно в Узбекистане, и в Кыргызстане. Пусть уже другой такой волной, да, с севера. Знали с юга, а пришли с севера. Но, в принципе, реакция, наверное, была ровно такая же, как мы тогда и предсказывали по существу. В Казахстане довольно-таки сложился такой, скажем, мир, такие условия, такое сообщество, в котором слабо приветствуется вообще приезд других представителей других стран. Как-то мы проводили большой достаточно опрос в 2000-е уже годы. И как раз он был посвящен, как относятся казахстанцы к мигрантам, есть ли у нас мигрантофобия и есть ли у нас ксенофобия по отношению к приезжим. И было хорошо видно, что практически ко всем категориям у нас, хоть это будут высококвалифицированные рабочие, хоть низкоквалифицированные, хоть красивые, хоть уродливые. Да, даже жители братского Кыргызстана, все эти категории людей, все эти люди, любые потоки перемещения на территории Казахстана рассматривались крайне негативно. Сравнительно положительное отношение было только к одной категории, это уралманы тогда называли, сейчас кандасы, то есть к казахам. И то не во всех областях Казахстана к ним отношение было, скажем, положительное, или с высоким уровнем толерантности, все-таки, скорее, что с опаской, но не доброжелательно, как в отношении других категорий. То есть Казахстан сформировался как такой, на словах, мы все достаточно открытый, мы гостеприимные, мы готовы к сопереживанию, но что касается уже непосредственных практик, там не все так просто. И тому есть экономические причины, чаще всего называются экономические, что у нас высокий уровень безработицы, прибытие новых людей, это означает сокращение рабочих мест автоматически, соответственно, это приведет к ухудшению качества жизни и без того, так сказать, не очень богатого населения. И, соответственно, вот этот негатив весь так вот накручивался, и вот общая картина, она социологически таким образом вырисовывалась. Сейчас обстоятельства другие, но поведение, реакции, по-моему, очень даже логически выверены. Ну, если посмотреть по роликам в соцсетях, то, в основном, возмущены ростом цен на аренду жилья. То есть, я так понял, то, что люди будут захватывать рабочие места, это где-то там вторым темпом идет. Ну, опять же, смотрите, во-первых, какие города, да, постигла участь быть, так сказать, центрами притяжения. Да, центрами притяжения. Это крупные города, где все-таки какое-то арендное жилье присутствует. Это, во-первых, те регионы, в которых и никогда не было большого наплыва населения, они, так сказать, не пострадали. Теперь, что касается аренды, это мы уже видим, что скрываются фейки, что это, на самом деле, не было таким прям ужасающим. То есть, это не было таким повсеместным. Какие-то люди определенные с желанием, значит, получить сверхдоходы, они, конечно, всегда есть. И не только в этой ситуации. Но мы видим, что сейчас уже устыканилась, так сказать, эта ситуация, да. То есть, мы видим, что приходит в норму, определенные позитивные образцы поведения начинают, да, проявляться в общественном поле. Я вот недавно прочитала, что там человек выставляет, вот хозяйка там или хозяин, могли бы мне поднять, но пишут, лучше мы своему человеку вот и не поднимем, чем мы кому-то, за счет кого-то будем, значит, зарабатывать. И все это рассматривают как социально одобряемое поведение, хвалят. То есть, поведение квартиры владельцев получилось разновекторное. Ну, конечно, конечно, люди все разные. Почему бы не заработать там, где это возможно, да. То есть, у многих логика такая капиталистическая, она срабатывает. В этом, ну, это, конечно, плохо с точки зрения морали, да, может быть, каких-то... Хорошо с точки зрения прибыли. Ну, да, для отдельных семей это очень хорошая возможность заработать. Скажите, а вот такой уровень ксенофобии, он был бы, вери как, он бывает латентный, а бывает проявляется? То есть, я думаю, не было бы вот этого притока, никто бы не сказал, что оно вот такое. Вот по поводу этого притока все-таки мы не должны забывать, что он связан именно с очень определенными обстоятельствами, да. А что они не от жирной жизни, да, а война и ее эффекты. Сложилось определенное негативное отношение в части общества в Казахстане, не будем этого сказать, в отношении действий России в Украине, да. И получается, что сейчас вот эти, как бы, тут очень трудно отсортировать, что конкретно срабатывает. Ну, мне кажется, для того, чтобы то, что мы видим реакцию, то есть ту реакцию, которую мы видим в соцсетях, она во многом связана именно с тем, что приток мигрантов связан с событиями мобилизации и так далее и тому подобное. Если говорить об уровне ксенофобии, то, конечно, даже повторюсь, в отношении уралманов или в отношении других людей, ну, мы видим это и в Атрау, да, против турецких рабочих, что-то происходит против китайцев, да, китайских рабочих, или китайского капитала, или вообще китайского присутствия. У нас во все стороны есть этот негатив. То есть, казалось бы, это как ёж, да, у него иголки есть на всех. Да, на всех, да. Вот еще раз говорю, это вот просто интересно так получилось, но, ну, уникальность может этой ситуации в данный конкретный момент, она вот связана с тем, что несколько обстоятельств событий повлияло. То есть то, что мы из независимости выходим, у нас очень поменялась экономика, много людей потеряли работу или депрофессионализировались, нашли себя в других нишах, соответственно, для них любой приток людей, который может на самом деле на их рабочие места или на их заработки как-то повлиять, очень играет роль. При этом все разговоры о том, что государство говорит, мы защищаем своих работников, да, мы там каким-то образом, ну, у нас есть система там тех же идентификационных номеров, там, не знаю, какой-то социальной другой помощи, защиты, все эти разговоры не срабатывают, поскольку вот уже изначально так и заложено, какие установки есть, да, такие, в отношении чужих, ну, то есть вот это деление свой чужих. Шутка же есть, что жители Душанбе недовольны тем, что русские таксисты плохо знают таджики и не ориентируются в городе, да, но здесь как бы от этой же стадии не дошло, но при этом все вот эта богатая духовная жизнь болота, оно все-таки как-то переформатировалось. В связи с мигрантами? Да, да, потому что, например, когда СВО только началась и приезжали, почему-то я в основном видел, вот, ну, сталкивался с теми, кто по автомобилям, по запчастям, вот на них же не было такой реакции, хотя их вроде бы как тоже много, они тоже открывали фирмы, вели переговоры, а вот уже когда уклонисты побежали, тут уже всех колыхнуло. Ну, опять же, это именно все-таки фон, да, в связи с чем они побежали, то есть тогда это были одни люди, сейчас это все-таки в представлениях, повторюсь, в представлениях людей, которые дают оценки, это другие люди. И, опять же, размеры, масштабы, да, ну, как бы оценочно, мы видим картины на границах, но сейчас нам дают статистика достаточно умеренные цифры, ну, там разбег 30-60 тысяч человек находятся сейчас на территории, что это, в принципе, сопоставимо с более спокойными временами, которые были до этого, ну, до 2022 года. Я сейчас не знаю, кому верить, потому что насколько наша система учета мигрантов срабатывает, но я вижу картины на границе, я слышу то, что говорят в приграничных, так скажем, городах, и не только, и в Алма-Ате, и в Астане мы видим, да, людей, которые прибыли. Вот, и общее нагнетание, так сказать, вот этой темы, связанной с переездом россиян, ну, я вот в Фейсбуке могу прочитать, насколько это, как люди озабочены, скажем. А для кого это все-таки больше проблема? Для россиян, которые приехали, или для казахстанцев, которые на них реагируют? Конечно, для россиян. Они, как бы, приехали не от хорошей жизни, да. У меня просто в этой связи удивляет, вот сколько было, я знаю, на самом деле в российских СМИ и со стороны российских политиков негатива вылета в адрес Казахстана, и тем не менее Казахстан на карте для перемещения присутствует, да, в их ментальной карте, скажем так. Еще после вот 24 февраля я тоже задавала на какой-то конференции вопрос, как Алмата оказалась в их, значит, вот этих, как направление, как точка, да, потому что Алмата это все-таки не столица, это глубинка, да, скажем, Казахстана, это не Караганда, это там не Уральск. Тем не менее, многие стали спрашивать о том, что вот среди молодых россиян, ну, молодых россиян этот вопрос по поводу Алматы возник. Ну, я считаю, не вычеркнуты мы из их этой самой ментальной карты, да, как бы, это, это, на самом деле, правда. То, что, когда я видела российские исследования, там видно было, что россияне в своей вот жизни, да, обыденности, вообще не думают ни про кого другого из бывших СССР. То есть, есть большая Россия, все остальные страны, это на периферии. То есть, 74% вообще за пределы Российской Федерации не выезжали. Да, то есть, они как бы, ну, приграничной области, понятное дело, они интересовались взаимодействием по разным экономическим вопросам. Но, что касается в целом, ну, так вот, если брать по выборке российской, то интереса к другим странам не было. Ну, а тут вот, как бы, сразу раз он и проявился. То есть, здесь тоже надо сказать, то есть, вернее, подумать вообще, насколько они искренне в своих ответах были в предшествующих периодах. Но, в целом, можно сказать, что это вот, ну, не верно, по социологическим понятиям, это серьезная проблема или так, как легкий назван? Это был такой вызов, это был своеобразный тест. Могу привести пример, когда были ужские события, да, в последние... 2010 года? Когда было, там, 200 тысяч, по-моему, перешли через границу Узбекистана, Узбеки из... 2010 год. Да, ну, по официально, и узбекское правительство могло организовать лагерь, там, они недолго же были, да, на территории, приграничной территории, приняли всех и, ну, как бы, создали условия для выживания, и потом они все вернулись. То есть, подобного рода эксцессы случаются, и это, как бы, надо понимать. А то, что мы много говорили об угрозах мигрантских, таких больших потоков, и ничего для этого не сделали, ни... В итоге, не государство, которое, ну, все-таки, мне кажется, какой-то момент был паники, растерянности, даже скажу, в госорганах, мне кажется, сейчас уже ситуация более-менее выровнялась, она и выровнялась и в России, и, скажем, ну, начали работать какие-то у нас все-таки механизмы, да, для того, чтобы и панические настроения среди казахстанцев снижать, и чтобы вообще этот поток каким-то образом с ним работать, да, имея в виду мигрантов, вот. Но, как бы, это не исключено, получается. То есть, мы от этого не застрахованы ни с севера, ни с юга, ну, может быть, и с востока, да, получается. Ну, то есть, всякое может быть. Поэтому здесь, как бы, ну, я имею в виду вызов, потому что это вызов всей системе государственной, вызов это тому состоянию общества, которое у нас есть. А оно, мы уже сказали, я использую слово ксенофобское, потому что оно, на самом деле, такое, и не только в отношении, скажем, россиян. Потому что не ксенофобское, оно ведет себя по-другому. Нетерпимо. Ну, вот, это оно в отношении тех же кандацов, казахов, переехавших из других стран. Мы тоже это фиксируем. Местное население тоже есть такие, значит, негативные высказания. То есть, здесь это вот, как бы, такое состояние общества, которым надо специально работать. Не для того, чтобы запускать их, там, знаете, без какого-либо порядка, учета. Должна быть там фильтрация какая, должно быть, ну, как бы, нужно понимать, кто заехал. Да, это дело госорганов, специальных органов. Но, в целом, то, что население, оно, как бы, предсказуемо, что ли, так среагировало или реагирует, мне кажется, вот, над этим надо подумать. Ну, и, соответственно, тест вот на устойчивость всей этой системы, потому что система безопасности, предоставления помощи, да, вот, реакции того же населения, госорганов. Я видела в кинотеатрах размещают, да, вот, по-моему, в Уральске людей, которые вот слишком большой поток прибыл. И я вот была недавно в Семипалатинске, и видно, что там вообще нет гостиниц. Хостел, гостиниц там, ну, он довольно долго был в забытии, в таком, в общем, национальном, да, таком отношении, в забросе. Вот, и сейчас, когда туда, если приехали ли какие-то люди, при том количестве студентов, которые там проживают в Семипске, в семье, то есть, ну, я просто не представляю, где они все разместились. Ну, то есть, в этом смысле мы себя должны также проанализировать. Государство, общество, и потом уже сделать какие-то выводы. Большое спасибо. У нас в гостях была Гульмира Елевова. Мы разбирались с социальным, с обществом в Казахстане. До свидания. До свидания, спасибо.